Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга прозвучал приговор в резонансном уголовном деле одним из подсудимых, в котором фигурировал герой, спасший из огня троих детей. Тау не раз рассказывал 30-летним Геворге о Витисяне, отце пятерых детей, удостойном награды МЧС после того, как, рискуя своей жизнью, Геворг вытащил из горящего частного дома в цыганском поселке Екатеринбурга двух малолетних девочек и мальчика. Однако после этого появились менее бравурные поводы, связанные с именем этого Екатеринбурга. Оказалось, что Витисян совершил свой подвиг, находясь под следствием по обвинению в вымышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в составе группы лиц. 8 сентября прошлого года между Геворгом Витисяном и его дальним родственником Мурадом Геносяном, мужчиной, женатым на двоюродных сестрах, произошел конфликт. Геносян увидел, как Аветисян умышленно проколол колесо его машины и высказал ему претензию. Аветисян, будучи пьян, пошел разбираться с родственником. Геносян в целях самозащиты выпустил в него струю газа из баллончика. Прочихавшись, Аветисян вновь набросился на родственника и уже не один, а со своим приятелем Червоней Аглы. Зрители Тао могут вспомнить это имя и фамилию. Два десятка лет назад человек, называвшийся Червоней Аглы, сын одиознейшей наркоторговки Розы Бардиновой Аглы, или просто мамы Розы, стрелял из ружья по ОМОНовцам. Было это в том же самом цыганском поселке. Но, как утверждает Аветисян, его друг совсем другой Червоня, совсем другой Аглы. Хотя также имеет за плечами криминальное прошлое. Вдвоем Геворг и Червоня уронили Мурада и пинали его ногами, сломав тому ребро, которое, в свою очередь, проткнуло легкое. За это и попали под суд. Поскольку у Червоня оставалась непогашенная судимость, наказание за избиение для него стало строже. Четыре с половиной года колонии строгого режима. Аглы взяли под стражу прямо в зале суда, не дав даже обняться с родственниками и друзьями. Геворг Аветисян, бывший, по сути, инициатором этой драки, услышал более гуманный приговор. Четыре года лишения свободы, но условно, с испытательным сроком на все эти четыре года. Сказалось отсутствие ранних судимостей и пятеро детей на иждивение. Выйдя из зала суда, Геворг прокомментировал несправедливый, по его мнению, вердикт суда. Я считаю, что несправедливый приговор. Тут должно было бы совсем по-другому. Ну, четыре с половиной, как бы, в Червоня, понятно тоже, что у него рецидивиз, там непогашенная судимость. Но я считаю, что все равно много. А что мне четыре года условку, ну, я абсолютно не согласен, скорее всего, не знаю, буду обжаловаться. Слишком много, во-первых, и во-вторых, тут не должно было групповой. Примечательно, что отбывать условный срок Геворг будет должен с соблюдением ряда ограничений. Не покидать страну и даже Екатеринбург без особого разрешения, отмечаться во ФСИН дважды в месяц, возвращаться с работы домой до 11 вечера. Бывает, что я сутки на работу нахожусь, как бы, по-разному приходится, как бы, ну, что зарабатывать, сами понимаете, заработать стоимость. Бывает, что двое суток даже на работу, как бы, бывает, вообще не появляются там, как бы, ну, как получится, как бы, не каждый раз. Но самое трудновыполнимое для осужденного Ветесяна условие – это то, что во время испытательного срока он не должен менять место жительства. А ведь именно место жительства стало причиной конфликта с потерпевшим Геносяном. Они занимают две половины одного частного дома, причем, по мнению потерпевшего и его жены, а также согласно двум судебным решениям, а Ветесян и его большая семья делают это незаконно. А значит, старый конфликт может в любой момент вспыхнуть вновь и условный срок превратиться для героя в реальный.